Учащиеся младших классов 20-й школы засветились на проезжей части и создали пробку. Множество детей в специальных жилетах переходили дорогу со светоотражающими элементами, чтобы привлечь внимание к акции «Засветись». Сотрудники ГИБДД и педагоги школы напомнили ребятам о правилах дорожного движения и рассказали о необходимости браслетов, брелоков и наклеек, которые светятся в темноте. Можно носить их на рюкзаках сзади, также можно на предметы одежды, на молнии цеплять, чтобы они были видны. У некоторых детей, смотрю, у них уже вставки есть на рюкзаках, также на одежде, на рукавах, на груди, то есть это что дает возможность другим участникам, не только дорожного движения, а и тем самым пешеходам, велосипедистам оставшимся еще, которые ездят на велосипедах, видеть детей издалека. Многие учащиеся выходят из школы или секции уже поздно вечером. Смеркаться осенью начинает рано, а в темной одежде разглядеть человека в сумерках еще сложнее. Поэтому светоотражающие предметы жизненно необходимы для пешехода. Увидеть светящийся элемент водитель может со расстояния 20-30 метров. Я узнала об акте засветить, то, что надо соблюдать правила, их надо соблюдать всегда, чтобы не попасть под колеса машины. Чтобы научить детей правилам дорожного движения наглядно, в 20-й школе сделали специальный игровой городок. Там школьникам рассказывают, как переходить дорогу, что означает тот или иной знак и свет светофора. Я хочу сказать, чтобы все дали безопасность, чтобы у всех все было хорошо. Акция «Засветись» будет проходить в школах и детских садах города до середины октября. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.